Конституция Российской Федерации определяет наши права. Пользуемся ли мы ими в полной мере? Наш основной закон – Конституция Российской Федерации. Она была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Этот день и считается последние три года праздником. Во второй главе Конституции под названием «Права и свободы человека и гражданина» каждый может прочитать о своих правах и обязанностях. Насколько же мы о них осведомлены? Ну, хотя бы знаем ли ответ на такой элементарный вопрос, как «Чего же у нас больше – прав или обязанностей?» Как вы думаете, по Конституции больше у нас прав или обязанностей? Конечно, обязанностей. Знаете, я не знаком с нашей Конституцией. Вот так вот, может быть, стыдно, но не знаком мне с ней. Поэтому я затрудняюсь ответить. Даже затрудняюсь сказать. Наверное, и того, и того. Ты, конечно, прав. Я так думаю, что прав. Статья 17 Конституции гласит о гарантиях прав человека согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. И в подтверждении этого 45 статей основного закона провозглашают права, тогда как по поводу обязанностей повествуют всего три статьи документа, в которых речь идет о налогах и сборах, об охране природы и защите Отечества. Возможно, ложное впечатление создалось из-за старого костного стереотипа, неумения пользоваться своими правами и психологией неудовлетворенности, а также незнание своих прав, которые узнать просто лень. Конечно, незнание чаще не приносит большого вреда, разве что делает жизнь чуть более серой. Остается надежда, что те, кто нас смотрят сегодня, воспользуются своими правами в полном объеме. Статья 59 Конституции гласит о том, что защита Отечества является долгом и обязанностью каждого гражданина. Сегодня быть в России нейтральным – опасная затея. Ровно год назад, 12 декабря, российские войска были введены в Чечню. В послевоенные годы, если парень по каким-либо причинам не мог служить в рядах вооруженных сил, его окружал ореол всеобщего презрения. Таких неудачников называли дефективными, и девушки считали оскорблением их ухаживания. Но все в этой жизни меняется. Героика войны для многих стерлась. Патетические фразы типа «держаться до последнего», «пренебрегая опасностью», «против превосходящих сил противника» мало кого воодушевляют сегодня. «Держаться до последнего» обозначает «вас стерли с лица земли», «пренебрегая опасностью», «ничто иное, как вы бессмысленно умножили потери», «а против превосходящих сил вы прозевали искусный маневр врага». Заметно охладели патриотические незыблемые устои пап и мам, и даже бабушек и дедушек-призывников. Вначале Афганистан, Карабах, позже Чечня. Почти в каждой семье зреет желание сделать все возможное и невозможное, приложить все силы, лишь бы не служили дети. А среди молодых людей откосить от армии стало делом престижа. «Нет, я могу только выразить сочувствие тем матерям, которые потеряли детей. Это ужас. Мы живем в бесправном государстве, что с нас взять? Мы же ничего не можем не решить, ничего. Мы так можем поговорить только между собой, посочувствовать, пострадать вместе со всеми. Но не больше». «Сколько воюет в Чечне, когда Сталин победил такую войну, а тут там какое-то вредительство. Почему-то до сих пор не может кончиться война. Безобразие какое. Вот я больше ничего вам не хочу сказать. А сейчас там молодежь в Чечне за что страдает. Сколько их там тоже раненых, сколько убитых. А раненых они вот в таком 18-17 лет останутся на всю жизнь инвалидами. Ничего в жизни хорошего не видели. О чем думает наше правительство, которое вот сейчас собирается в Думу, мы будем 17-го числа голосовать, у меня, например, никому никакого доверия нет». Почему же должны гибнуть ребята? Приведем некоторые цифры, полагаясь на мнение специалистов. Один выстрел из орудия танка приблизительно оценивается в стоимость чуть ли не «Жигулей». Один залп системы «Град» – это один кирпичный стаквартирный жилой дом. Порядка трех миллиардов долларов израсходовано за год войны по самым скромным подсчетам. Война – это огромные деньги, причем не усложненные холодной бухгалтерской отчетностью, не облагаемые никакими налогами. Поэтому слишком красноречивым оказывается молчание высоких руководителей и военных министров. Раздувая праведный огонь негодования, они с наигранной простотой как бы признаются, что слишком слабы. А окончание преступления – дело бесконечных переговоров. Итоги года войны для Сергеева Посада никому неизвестное количество воевавших и воюющих в Течне сейчас. Десятки раненых и трое погибших. В 94-м году, начало 95-м году, значит, погибло трое. Я могу пофамильно дать, если это вас интересует. Можно? Ну, это не секрет. Значит, Берила Дмитрий Витальевич, так, Чащин Анатолий Анатольевич и Скебинский Сергей Николаевич. Значит, они погибли в Чечне. Вот, 2-го, 0-1-го – это первый погиб Берила. Вот, 1-го января 95-го года. Так, 10-го января 95-го года эти погибли ребята. И, может быть, делая свой выбор 17-го декабря, первой определяющей позицией должно стать отношение к войне. А теперь от серьезной темы переходим к не менее серьезной. Это наши дети. В своей программе мы уже не раз рассказывали вам об уникальных людях Ирине и Викторе Афунченко, которые создали детский клуб «Маугли». Дети в нем занимаются подводным плаванием, горными лыжами, альпинизмом и, как это ни парадоксально звучит, макраме. Кружок макрамы Ирины Афунченко был образован 5 лет назад. Так что сегодня ребята празднуют его день рождения. И в честь этого в библиотеке правкома ЗОМС была организована выставка. Еще раз убеждаешься – человек талантливый, талантливый во всех областях. Ирина – великолепная горнолыжница и вдруг занимается с детьми макрамы. Все совместимо, убеждает она. Во время головокружительного спуска плетутся в голове узелки, а потом воплощаются в жизни в детских кашпо и эстампах. Я всегда плету что-нибудь дома. Теперь уже. Как я стала ходить на макрамы, я теперь плету дома. Каждый день. Интересно. Когда дома ничего делаешь, плету. Ребятам очень бы хотелось продать что-нибудь из экспонатов. Цены они не назначают высокие, только стоимость материала. Нужно заметить, что удовольствие это обходится родителям недешево. Цена 30 метров шелкового шнура – 21 тысяча, а на самое элементарное кашпо идет до 60 метров. На такую штуру одной веревке ушло полтора километра. Но самое дорогое – это авторство. За него же ребята денег вообще не берут. Клубу «Маугли» очень хотелось бы расширить свое помещение. Одной комнаты, где занимаются ребята, явно не хватает. И они готовы работать для этого. Под руководством Ирины, закончившей недавно курсы дизайнера по интерьерам, дети готовы украсить любое помещение или офис. Следующая информация для любителей эстрадного жанра – поклонников Жанны Мечевской. Дворец культуры имени Гагарина ожил, словно после долгой спячки. То сюда нагрянул любимец молодежи Дима Маликов, то очаровательная Роксана Бабаян. Вчера, 11 декабря, Сергеев Посад посетила любимая многими оригинальная певица Жанна Мечевская, известная исполнительница старинных русских песен, романсов, баллад, каждый концерт для которой – большое событие. Но бывает, как в жизни, бывают яркие краски, а бывают классные краски пастельные, скажем. Сегодня была полная палитра. С нашим городом Жанну связывала работа. Она преподавала по классу игры на гитаре. В детской музыкальной школе, поэтому для многих в зале она была своей – хорошей знакомой или учителем. И зрители с удовольствием раскупали в фойе пластинки, кассеты и компакт-диски с голосом певицы и ее автографами. И опять вернемся к теме сегодняшнего дня. Является ли для вас День Конституции праздником? И как вы его отмечаете? Да. Скажите, пожалуйста, вы считаете День Конституции праздником? Конечно. Это же Сталинская Конституция. Только перетрансформировали немножко. Считаю. Для вас это праздник? Праздник. Как вы его отмечаете? Ну как? Усиленное питание, общение. И про... Да, считаю. Почему? Ну, как вам объяснить? Раньше, когда Конституция была, люди знали свои законы и права. А сейчас, мне кажется, такой беспредел в стране творится. Что День Конституции обязательно должен быть, чтобы люди знали, что Конституция на их стороне, что они могут обратиться всегда и получить свои права. Не считаю. Почему? Потому что у нас, по-моему, как таковой Конституции-то нету. У нас у людей практически прав нету. Какой тут может быть праздник? Ну, мне кажется, народу сейчас плохо и не до праздника. Наше государство о нас не думает. Если народу плохо, что же теперь праздников не должно быть у людей? Нет, есть праздники. Новый год, вот такие чисто. День рождения. То есть праздники, у кого друзей. А так я не считаю, конечно, сейчас беспредел полный. Сейчас люди голодают и никому ничего не надо. Какой бы праздник ни сделал, если люди отдыхают нормально всем. То есть любой праздник хороший? Ну, если люди отдыхают, значит хорошо. Как видите, мнения горожан разделились. Одни считают День Конституции праздником, другие нет и приводят соответствующие аргументы. На наш вопрос, что люди считают настоящим праздником, все как один ответили. Новый год, день рождения, своих детей, себя. Все. Новый год и 1 мая. Новый год, 8 марта, 23 февраля. Новый год.